Продолжим изучение экономических проблем социализма в СССР. На прошлом занятии мы рассмотрели главную ошибку товарища Ярошенко. Она заключается в том, что он смешал в кучу производственные отношения и производительные силы. Причем, можно прямо словами Сталина, в чем заключается эта главная ошибка. Она состоит в том, что он отходит от марксизма в вопросе о роли производительных сил и производственных отношений в развитии общества. И чрезмерно увеличивает роль производительных сил, также чрезмерно преуменьшает роль производственных отношений. Вот вкратце, в чем его главная ошибка. Ну и на прошлом занятии мы с вами коснулись вопроса, что же, какие проблемы нужно решить, в отличие от тех, что предлагает Ярошенко, чтобы осуществить переход от социализма к коммунизму. Помните, да? То есть, три очень важные проблемы Иосиф Виссарионович высветил. Это первое, обеспечить непрерывное развитие производственных сил, непрерывный рост всего общественного производства с преимущественным ростом средств производства. Это первая проблема, которую нужно решить. Вторая проблема, это путем постепенных переходов добиться, чтобы слить колхозную собственность, ну, значит, групповую собственность, в общем, так, и поднять ее, слить ее с общенародной собственностью и путем поднятия до уровня общенародной собственности. И третья проблема, которую обязательно необходимо решить, это, конечно, повышение культурного уровня населения, культурного уровня общества, которое бы позволило, обеспечило всем членам всестороннее развитие физических и умственных сил. Вот три главные проблемы, на которых остановился Сталин. Ну, и вторая часть об ошибках Ярошенко, это другие ошибки товарища Ярошенко, обозначена она. Здесь он рассматривает четыре ошибки. Первая ошибка заключается в том, что из своей неправильной точки зрения Ярошенко делает неправильные выводы о характере и предмете политической экономии. Он отрицает необходимость единой политической экономии для всех общественных формаций, исходя из того, что каждая общественная информация имеет свои специфические экономические законы. Но он неправ, как считает Сталин, и расходится здесь с такими марксистами, как Энгельс и Ленин. И приводит доказательства по этому вопросу. Энгельс говорит, что политическая экономия есть наука об условиях и формах, при которых происходит производство и обмен в различных человеческих обществах, и при которых соответственно этому всякий раз происходит распределение продуктов. То есть политическая экономия изучает законы экономического развития не одной какой-либо общественной формации, а различных общественных формаций. С этим вполне согласен Ленин, который в своих критических замечаниях по поводу книжки Бухарина «Экономика переходного периода» сказал, что Бухарин неправ, ограничивая сферу действий политической экономии товарным и прежде всего капиталистическим производством. И с этим вполне согласуется определение политической экономии, данное в проекте учебника политической экономии, где сказано, что политическая экономия есть наука, изучающая законы общественного производства и распределение материальных благ на различных ступенях развития человеческого общества. То есть экономические законы должны распространяться на все ступени развития человеческого общества, по мнению Сталина. Различные общественные формации в своем экономическом развитии подчиняются не только своим специфическим законам, но и тем экономическим законам, которые общи для всех формаций. Например, таким законам, как закон о единстве производительных сил и производственных отношений в едином общественном производстве, а также закон об отношениях между производительными силами и производственными отношениями в процессе развития всех общественных формаций. Поэтому общественные формации не только отделены друг от друга своими специфическими законами, но и связаны друг с другом общими для всех экономических законов. Очевидно, что здесь, в этом вопросе, Ярошенко перекликается с Бухариным. Далее, Ярошенко утверждает, что в его политической экономии и социализме категории политической экономии стоимость, товар, деньги, кредит заменяются здравыми рассуждениями о рациональной организации производительных сил в общественном производстве. Что, следовательно, предметом этой политической экономии является не производственное отношение социализма, а разработка и развитие научной теории организации производительных сил, теории планирования народного хозяйства, что производственные отношения при социализме теряют свое самостоятельное значение и поглощаются производительными силами, как их составная часть. То есть, об этом, о том, о соотношении производительных сил, производственных отношений говорилось и в первой части. Поэтому, нужно сказать, что такой несусветной тарабарщины, по мнению Сталина, не разводил у нас еще ни один свихнувшийся марксист. Ведь, что значит политическая экономия социализма без экономических проблем? Разве бывает на свете такая политическая экономия? Что значит заменить в политической экономии экономические проблемы проблемами организации производительных сил? Это значит ликвидировать политическую экономию социализма. Ярошенко так именно и поступает. Он ликвидирует политическую экономию. Здесь он полностью смыкается с Бухариным, который говорил, что с уничтожением капитализма должна уничтожиться политическая экономия. Дальше. Ярошенко проблемы политической экономии социализма сводит к проблемам рациональной организации производительных сил, к проблемам планирования народного хозяйства. Но он глубоко заблуждается. Проблемы рациональной организации производительных сил и планирования народного хозяйства являются не предметом политической экономии, а предметом хозяйственной политики руководящих органов. Это две различные области, которые нельзя смешивать. Он спутал эти две различные вещи и попал в просаг. Политическая экономия изучает законы развития производственных отношений людей. Хозяйственная политика делает из этого практические выводы, конкретизирует их и строит на этом свою повседневную работу. Загружать политическую экономию вопросами хозяйственной политики, значит загубить ее как науку. Поэтому предметом политической экономии являются производственные экономические отношения людей. Сюда относятся, это прежде всего, первое, формы собственности на средства производства. Второе, вытекающие из этого положения различных социальных групп в производстве и их взаимоотношения. И третье, всецело зависимые от них формы распределения продуктов. Все это вместе составляет предмет политической экономии. Вот что по поводу, ну первую ошибку, которую рассмотрел он здесь во второй части. Что может какие-то вопросы возникли в связи с этим? Продолжим дальше, да? Вторая ошибка. Когда говорят об основном экономическом законе той или иной формации, обычно исходит из того, что последнее не может иметь несколько основных экономических законов. То есть у каждой формации должен быть один основной экономический закон. В противном случае мы имели бы несколько основных экономических законов для каждой общественной формации, что противоречит самому понятию об основном законе. Однако Ярошенко с этим не согласен. Он считает, что можно иметь не один, а несколько основных экономических законов социализма. Это невероятно, но это факт. И он приводит подтверждение тому, что у Ярошенко есть такое понимание. В своей речи Ярошенко на пленуме дискуссии, когда обсуждался, вот пленум состоялся, обсуждался учебник этот политической экономии. В своей речи на пленуме Ярошенко говорит, «Величины и соотношения материальных фондов общественного производства и воспроизводства определяются наличием и перспективой роста рабочей силы, вовлекаемой в общественное производство». Это есть основной экономический закон социалистического общества. То есть он видит здесь величины и соотношения материальных фондов и перспективы роста рабочей силы в основном в законе. Это первый основной закон социализма. В той же речи Ярошенко заявляет, соотношение между первым и вторым подразделениями, первое и второе подразделение это имеется в виду, в дискуссии обсуждалось это производство средств производства первого подразделения и второе подразделение производства средств потребления, то есть надо понимать о чем речь идет. Так вот, Ярошенко заявляет, что соотношение между первым и вторым подразделениями обусловливается в социалистическом обществе потребностью производства средств производства в размерах, необходимых для вовлечения в общественное производство всего работоспособного населения. Это основной экономический закон социализма, и в то же время это требование нашей Конституции, вытекающей из права на труд советских людей. Это вот второй, так сказать, экономический закон в понимании Ярошенко. И, наконец, в своем письме на имя членов Политбюро, мы говорили в первой части, что он отправил письмо на имя всех членов Политбюро, что его затирают и не принимают во внимание его мнение. Так вот, он в этом письме заявляет, исходя из этого, существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно сформулировать примерно следующим образом. Непрерывно растущие и совершенствующие производства материальных и культурных условий жизни общества. Это уже третий экономический закон, по мнению Ярошенко. Все ли эти законы являются основными, или только один из них, а если только один из них, то какой именно, на эти вопросы Ярошенко не дает ответа в своем последнем письме на имя членов Политбюро. Формулируя основной экономический закон социализма в своем письме на имя членов Политбюро, он, надо полагать, забыл, что в своей речи на пленуме дискуссии, три месяца назад, он уже сформулировал два других основных экономических закона социализма, видимо, полагая, что на эту более чем сомнительную комбинацию не обратят внимания. Ярошенко говорит в этом письме, что он не согласен с определением основного экономического закона социализма, данным в замечаниях товарища Сталина. Ну, вы помните, что говорил Сталин об основном экономическом законе, это максимальное удовлетворение потребностей людей, да? Примерно так звучит. И Ярошенко говорит, этот закон, основной сформулированный в замечаниях Сталина, говорит, главным в этом определении является обеспечение максимального удовлетворения потребностей всего общества. Производство показано здесь как средство для достижения этой главной цели, то есть удовлетворения потребностей. Такое определение дает основания полагать, что формулированный основной экономический закон социализма исходит не из примата производства, а из примата потребления. То есть, это вот такое заявление сделал Ярошенко. Очевидно, Ярошенко совершенно не понял существа проблемы и не видит того, что разговоры о примате потребления или производства совершенно не имеют отношения к делу. Когда говорят о примате тех или иных общественных процессов перед другими, то исходит обычно из того, что оба эти процесса являются более или менее однородными. Можно и нужно говорить о примате производства средств производства перед производством средств потребления, так как и в том и в другом случае мы имеем дело с производством. Следовательно, они более или менее однородными. Но нельзя говорить, неправильно было бы говорить о примате потребления перед производством или производство перед потреблением, так как производство и потребление представляют две совершенно различные области. Правда, связанные друг с другом, но все же различные области. Ярошенко, очевидно, не понимает, что речь идет здесь не о примате потребления или производства, а о том, какую цель ставит общество перед общественным производством. Какой задачи подчиняет оно общественное производство, скажем, при социализме. Поэтому совершенно не относятся к делу разговоры Ярошенко о том, что основу жизни социалистического общества, как и всякого другого общества, составляет производство. Он забывает, что люди производят не для производства, а для удовлетворения своих потребностей. Он забывает, что производство, оторванное от удовлетворения потребностей общества, хереет и гибнет. Он говорит, можно ли вообще говорить о цели капиталистического или социалистического производства, о задачах, которым подчинено капиталистическое или социалистическое производство. На это вопрос Сталин отвечает так. Я думаю, что можно и должно. И говорит, что цель капиталистического производства – это извлечение прибыли. Причем, помните, мы с вами говорили, что именно максимальной прибыли извлечения – в этом состоит цель капиталистического производства. Что касается потребления, оно нужно капитализму лишь постольку, поскольку оно обеспечивает задачу извлечения прибыли. Вне этого вопрос о потреблении теряет для капитализма смысл. Человек с его потребностями исчезает из поля зрения. Какова же цель социалистического производства? Какова та главная задача, выполнению которой должно быть подчинено общественное производство при социализме? И отвечает на этот вопрос так. Цель социалистического производства – не прибыль, а человек с его потребностями. То есть удовлетворение его материальных и культурных потребностей. Цель социалистического производства, как говорится в замечаниях товарища Сталина – обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Ярошенко думает, что он имеет здесь дело с приматом потребления перед производством. Это, конечно, недомыслие. На самом деле мы имеем дело не с приматом потребления, а с подчинением социалистического производства. Следовательно, обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества – это цель социалистического производства. Непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на базе высшей техники – это средство для достижения цели. Таков основной экономический закон социализма. Желая сохранить так называемый примат производства перед потреблением, Ярошенко утверждает, что основной экономический закон социализма состоит в непрерывном росте и совершенствовании производства материальных и культурных условий общества. Это совершенно неверно. Он грубо извращает и портит формулу, изложенную в замечаниях. У него производство и средства превращаются в цель, а обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей в общество исключается. Получается, рост производства для роста производства. Производство как самоцель, а человек с его потребностями исчезает из поля зрения Ярошенко. Поэтому неудивительно, что вместе с исчезновением человека, как цели социалистического производства, исчезают в концепции Ярошенко последние остатки марксизма. Таким образом, у Ярошенко получается не примат производства перед потреблением, а что-то вроде примата буржуазной идеологии перед идеологией марксистской. Вот о второй ошибке так высказался Сталин у Ярошенко. Третья ошибка, на которую он останавливает внимание. Особо стоит вопрос о марксовой теории воспроизводства. Ярошенко утверждает, что марксовая теория воспроизводства является теорией только лишь капиталистического воспроизводства. Что она не содержит что-либо такого, что могло бы иметь силу для других общественных формаций, в том числе для социалистической. Он говорит, то есть Ярошенко, перенесение схемы воспроизводства Маркса, разработанной им для капиталистического хозяйства, на социалистическое общественное производство является продуктом догматического понимания учения Маркса и противоречит сущности его учения. Он утверждает далее, что схема воспроизводства Маркса не соответствует экономическим законам социалистического общества и не может служить основой для изучения социалистического воспроизводства. Касаясь марксовой теории простого воспроизводства, где устанавливается определенное соотношение между производством средств производства, то есть первым подразделением, и производством средств потребления, вторым подразделением, подразделениям. Ирошенко говорит, соотношение между первым и вторым подразделениями не обуславливается в социалистическом обществе формулой Маркса. В условиях социализма указанная взаимосвязь развития между первым и вторым подразделениями не должна иметь места. Он утверждает, что разработанная Марксом теория о соотношениях первого и второго подразделений неприемлема в наших социалистических условиях, так как в основе теории Маркса лежит капиталистическое хозяйство с его законами. Так разносит Ирошенко Марксову теорию воспроизводства. Конечно, теория воспроизводства, выработанная Марксом в результате изучения законов капиталистического производства, отражает специфику этого производства и, естественно, обличена в форму товарно-капиталистических стоимостных отношений. Иначе и не могло быть. Но видеть в Марксовой теории, воспроизводства только эту форму, а не замечать ее основы, не замечать ее основного содержания, имеющего силу не только для капиталистической формации, значит ничего не понять в этой теории. Марксовые схемы воспроизводства отнюдь не исчерпываются отражением специфики капиталистического производства. Они содержат вместе с тем целый ряд основных положений воспроизводства, имеющих силу для всех общественных формаций, в том числе и особенно для социалистической. Такие основные положения Марксовой теории воспроизводства, как положение о разделении общественного производства на производство средств производства и производство средств потребления, положение о преимущественном росте производства средств производства при расширенном воспроизводстве, положение о соотношении между первым и вторым подразделениями, положение о прибавочном продукте как единственном источнике накопления и положение об образовании и наличии общественных фондов, положение о накоплении как единственном источнике расширенного воспроизводства. Вот эти основные положения Марксовой теории являются теми самыми положениями, которые имеют силу не только для капиталистической формации и без применения которых не может обойтись ни одно социалистическое общество при планировании народного хозяйства. Далее, как приводятся примеры, как смотрел на это дело Ленин. Всем известны критические замечания Ленина на книгу Бухарина «Экономика переходного периода». В этих замечаниях Ленин, как известно, признал, что Марксово соотношение между первым и вторым подразделениями, то есть средств производства и предметов потребления, против которого ополчается Ярошенко, остается в силе как для социализма, так и для чистого коммунизма, то есть для второй фазы коммунизма. Что касается Маркса, то он, как известно, не любил отвлекаться в сторону от изучения законов капиталистического производства и не занимался в своем капитале вопросом о применимости его схем воспроизводства к социализму. Однако в главе капитала, в 20 главе, в рубрике «Постоянный капитал», где он трактует об обмене продуктов первого подразделения внутри этого подразделения, Маркс как бы мимоходом замечает, что обмен продуктов в этом подразделении проистекал бы при социализме с таким же постоянством, как при капиталистическом производстве. Следовательно, Маркс вовсе не считал, что его теория воспроизводства имеет силу лишь только для капиталистического общества, хотя он и занимался исследованием законов капиталистического производства. Наоборот, он, как видно, исходил из того, что его теория воспроизводства может иметь силу и для социалистического производства. Следует также отметить, что Энгельс в своем антидюринге, критикуя социалитарную систему дюринга и характеризуя экономику социалистического строя также исходят из основных положений теории воспроизводства Маркса, считая их обязательными для коммунистического строя. Это вот что по поводу воспроизводства ошибок Ярошенко в этих вопросах политической экономии. Ну и четвертый пункт ошибок Ярошенко заключается в том, что свое письмо на имя членов политбюро Ярошенко кончает предложением поручить ему составить политическую экономию социализма. Он пишет, исходя из изложенного мною на пленарном заседании секции и в настоящем письме определения предмета науки политической экономии социализма, используя марксистский диалектический метод, я могу в течение года, не более полутора лет, при помощи двух человек разработать теоретическое решение основных вопросов политической экономии социализма, изложить марксистскую, ленинско-сталинскую теорию политической экономии социализма, теорию, которая превратит эту науку в действенное орудие борьбы народа за коммунизм. На это письмо Сталин отвечает так. Нельзя не признать, что Ярошенко не страдает скромностью. Более того, пользуясь стилем некоторых литератов, можно сказать, даже совсем наоборот. Выше уже говорилось, что Ярошенко смешивает политическую экономию социализма с хозяйственной политикой руководящих органов. То, что он считает предметом политической экономии социализма, рациональной организации производительных сил, планирования народного хозяйства, образования общественных фондов, является не предметом политической экономии социализма, а предметом хозяйственной политики руководящих органов. Я уже не говорю о том, что серьезные ошибки, допущенные Ярошенко и его немарксистская точка зрения, не располагают к тому, чтобы дать Ярошенко такое поручение. И заканчивает этот раздел своих экономических проблем Сталин выводами. Первый вывод. Жалоба Ярошенко на руководителей дискуссии лишена смысла, так как руководители дискуссии, будучи марксистами, не смогли отразить в своих обобщающих документах немарксистскую точку зрения Ярошенко. И второй. Просьбу Ярошенко поручить ему написать политическую экономию социализма нельзя считать серьезной. Хотя бы потому, что от нее раздет хлистоковщиной. Вот такие выводы он сделал. Ну давайте. Теперь вопросы какие накопились. Ну первый вопрос мы на прошлом уровне, когда мы выбрали, Главная ошибка. Приверсенко, да, смешивает. Хотя казалось бы, вот по прошлому занятию мы капитал читали, да? Макс постоянно, даже в первом томе, идет сравнение, не только капиталистического производства, но и те, да, постоянно кто батраки, которые на барщине не работают, кто мастера. Так. Макс прослеживает ту же заработную плату, о которой он обсуждает. Что у батраков, как они получают и за что? Что у работников, например, капиталистического предприятия? Получается, товарищ Иваченко не читал первый дом и не видел, что там написано. Ну, трудно сказать. Просто из этого же вытекает третий вопрос. Тут уже столько лет прошлось. А насчет того, сколько лет? Ну, вот 52-й год, 22-го мая, вот это он ответ написал. А еще в 52-м году собрался написать политэкономию социалистического государства, который для него уже там... Нет, обсуждался-то вопрос о новом учебнике. То есть он тоже хотел принять участие и сам написать этот учебник. Понятно. Через 30 лет существования Советского государства такие вопросы... Нет, новый учебник надо было, да? Видимо, старый уже не удовлетворял тем требованиям. Так он берется много раз, умеет писать. И тот откорректировать и доработать. Нет, а вопрос состоял о создании нового учебника. То есть ни один Ярошенко в этом участвовал. Тут много народу участвовало. Так он придумал новые законы? Да, вот то, что он придумал новые законы, что он в одну кучу производственной силы и производственные отношения свалил, это, конечно, его вклад был в науку. Тут уж ничего не скажешь. Вкладка ручка. Ну, да. Ну, получилось, у него хоть и ошибки их много, но так они сложились в кучу, что в итоге это все как удивляешься. Как такой человек вообще? Нет, значит, там, видимо, не он один с ошибками был, так? Но дело в том, что для того, чтобы, ну, как бы людям помочь разобраться в этом деле, поэтому пришлось писать вот эту работу, экономические проблемы социализма, и как их надо решать, да. И с указанием ошибок, поэтому и пришлось писать. Нет, вот, третий вопрос, кстати, достаточно сложный. При капитализме понятно, мы делаем товар, чтобы его продать, получить не нужно больше. Да, ну, максимальную прибыль. Да. Цель – это цель капиталистического производства. Почему делать не товар? Нет, а как раз, а вопрос, мы же говорили уже, мы об этом говорили, и Сталин об этом говорил, что надо переходить от товарного производства к натуральному продукта обмену постепенно, по мере приближения к коммунизму. То есть отказываться от товарного производства. И вот как раз, вот в следующем разделе, вот ответ товарищам Санину и Венжеру, он очень внимательно рассматривает, как можно перейти от товарного производства, которое сохраняется вместе с колхозно-кооперативным производством, как перейти к этому вопросу продукта обмена от товарного производства. Вот он в следующем разделе как раз довольно подробно этот вопрос рассматривает. Я думаю, что мы обратим внимание на это в следующем занятии. Тогда давайте слушаем. Еще вопросы есть какие-нибудь? Все хорошо, хорошо. Там так сильно разжевано, что сон помнил. Ну, может, я слишком много цитировал его. Нет, наоборот, хорошо все. Ну, я, наверное, привык к другим фронировкам. Просто там, когда Сталин пытается последовательно перевечлять все. Да, он все подробно пытался объяснять и перечислять. Это его манера. Во всех работах, которые у него есть, у него такая манера. Он подробно пытается все рассматривать. Я бы добавил, нарываясь на критику, что вот третий вопрос по поводу цели производства и законов. Чтобы написать экономические законы, надо как-то на что-то опираться. Понятно. Ну, желательно на руку логики и логически выводить эти законы. А не так, потому что мне захотелось. То есть, явно товарищ Рашенко не уловил суть своих вопросов. Ну, да. Раз он свалился в кучу, да. Да, он просто не уточняет, откуда происходит ошибка. Законы берутся не из-за того, что тебе захотелось их как сформулировать или выдумать. А надо найти суть меньшей или выложенной. Поэтому через всю работу происходит, что главный экономический закон, еще даже и в начале, главный экономический закон, это максимальное удовлетворение потребностей общества. Всего общества. Понимаешь? Всего общества. Всех. Только тогда он назывался советским. Да. Именно вот эта главная цель должна быть в производстве. И основной экономический закон социализма. В отличие от капитализма, где основной закон – максимальное получение прибыли. Да, вопрос о переходе к продуктаминам, это интересно. Да, ну вот в следующий раз рассмотрим его предложение по поводу перехода. И правда, конечно. Ну, кстати, вот я в детстве с этим коснулся. И, в общем-то, этот, пока, значит, где-то до его смерти и даже еще до 54-го года, еще год после смерти, вот этот вопрос решался постепенно. Значит, а потом стали уходить от этого. Стали уходить. Старом пришли. Да, 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 да. Уходить. И этот вопрос отодвинули, о нем забыли совсем. Он вообще больше не упоминался о переходе от товарного производства в продукты обмена. Что, тогда перейдем к вопросам, если больше вопросов. Ну, опять же там, ну, основная... Или комментариев. Ну, не буду, иначе мы тут дадим к Васильям. Все, встречай.